Добрый день! Добрый день! Да, происходили, но я как раз думаю, что мы их по ходу дела как в общую экономику... Было очень много сообщений о том, что договорились с русскими по нефти, договорились по калийным удобрениям и так далее. Но это все вещи, которые имеют значение на длительный период. И как раз фактически предмет нашей передачи это попытаться на основании этих новых договоренностей, понять, что же в этом 2013 году и получится. Да, так вот, возвращаясь, собственно, к нашему гостю, он однажды уже был у нас передача, это было чуть больше года назад, конец, дай бог памяти, 2011 года примерно, как раз когда мы пытались делать некие прогнозы на год 2012. И я напомню, что вот как раз Дима, это один из немногих людей, который, в общем, не поддавался всем этим паническим настроениям и прочим вещам, был один из немногих людей, который как раз говорил о том, что вот на конец года курс не превысит 9 тысяч белорусских рублей за доллар. И даже еще более точно называл эту цифру 8700. Фактически вот тот курс, который мы вышли в конце года. Который фактически и случился, да. Это я к вопросу о том, что вот какое высокое уровень у специалистов у нас сейчас в студии. Ну вот, собственно говоря, вот, ну не знаю, насчет курса, может быть, с курса тогда и начнем. Потому что, собственно, и ты, я знаю, и я тоже, вот все практически называли в начале еще прошлого года прогнозный курс на конец прошлого года все-таки выше, чем тот, который сложился. Стабильно выше 9 тысяч. То есть 9 с половиной примерно где-то около того это получалось. Ну и даже примерно понятно, откуда это бралось. Это бралось, исходя из прогнозных темпов инфляции, соответственно, внешней нашей конкретно способности. Как же так получилось? Почему он оказался крепче? И вообще является ли, вот это самый главный вопрос, является ли тот ныне сложившийся курс, он вполне равновесный, но обеспечивает ли он достаточную нашу внешнюю конкретно способность? Ну, первый вопрос насчет того, почему давались, большинство давали прогнозы там 9500, от 9500 до 10 тысяч. На мой взгляд, здесь было ключевое влияние вот этих новых схем торговли, пресловутые разбавители-растворители, которые дали достаточно ощутимый эффект для внешнеторгового баланса. И вот тут курс 9500, о котором говорили зачастую в конце 2011 года, он в рамках тех прогнозов, он позволял обеспечить сальдо торгового баланса, близкое к нулевому, на основании прогнозов. И, соответственно, это уже без учета, конечно, этих улучшений. Да, без учета растворителей и разбавителей, о которых тогда практически ничего известно не было. И это позволяло говорить о том, что такой курс фундаментально подкреплен структурными предпосылками. Но что не учитывалось тогда и что, на мой взгляд, очень важно для курса образования сегодня? Тогда это, так скажем, учитывалось, но, по крайней мере, более формализованное представление этому дать было сложно, так называемое инфляционное ожидание, что влияет в каждый момент на рынок. В среднесрочном периоде действительно курс должен формироваться, исходя из фундаментальных факторов. Но здесь и сегодня на него может повлиять конкретное решение какого-либо игрока, у которого они могут быть обоснованы достаточно спекулятивными причинами. И вот эти инфляционные ожидания, когда много людей ждут ускорения роста цен и девальвации, они влияют на динамику обменного курса. И на сегодняшний день, берусь утверждать, это достаточно значимый фактор для формирования равновесия на нашем рынке. И поэтому равновесный курс, он может достаточно сильно скакать. Так, так, так. Значит, я тогда попытаюсь уточнить еще раз то, что ты сейчас сказал. Значит, без инфляционных ожиданий, без этих, скажем, спекулятивных вещей, нынешний курс все равно оказывается крепче, чем должен был бы быть? Нет, без учета инфляционных ожиданий на сегодняшний день мы находимся где-то, на мой взгляд, относительно в уровне равновесия. Ну, возможно, на данный момент курс немного переоценен. Почему? Потому что отрицательная торговая сальда последних месяцев. Скорее всего, все-таки курс несколько кризисчиков должен быть. То есть, каким он должен быть? Ну, по моим, так скажем, ощущениям, здесь формализовать достаточно сложно, мы можем говорить о переоценке процентов на 10-15, то есть в рамках вот этого промежутка. Но, если мы сюда добавляем те самые девальвационные и инфляционные ожидания, вот этот скачок может быть больше. Почему его не происходит сейчас? Потому что сейчас эти инфляционные и девальвационные ожидания, они во многом учтены в тех высоких процентных ставках, которые предлагают банки. И достаточно показательный период августа-сентября, когда ставки попытались искусственно снижать, и вот тогда, в кавычках, дают волю инфляционным и девальвационным ожиданиям. К этому мы еще придем, сейчас не будем спешить. Итак, так вот как раз по поводу этих самых вот инфляционных и девальвационных ожиданий. Ведь в сущности получилась, ну, вещь достаточно потрясающая, да, Национальный Банк попал совершенно точно с инфляцией, там, с прогнозом, там, с точностью до половины процентного пункта, да, вместо 22, там, 21,5 по итогам года. Вот, в то же самое время процентные ставки оказались явно выше, чем, в общем, планировалось, да, то есть не 23, там, 30 процентов. Понятно, что это, скорее всего, вот как раз и есть следствие того, что эти инфляционные ожидания сохраняются, и Национальный Банк вынужден был тем самым эти ставки удерживать выше, чем получилось. Кстати, вполне возможно, что с учетом того, что эти процентные ставки выше, чем, в общем, могли бы быть при ныне существующей инфляции, потому что в реальном выражении они весьма высоки. Это, в общем, плата за дрожь в коленках, на самом деле, в определенном смысле слова. Понятно, что при этом, в общем, ясно, что когда кто-то нервничает, другие получают возможность, те, кто не нервничает, еще из этого дополнительную прибыль извлекать. Вот эта вот плата за риск, которая, значит, к этим процентным ставкам добавляется, это, с одной стороны, и доходы, в общем, для тех, кто не боится участвовать в рублевых депозитах, что, в принципе, было темой вообще всего прошлого года, ну, за исключением, может быть, одного месяца, это как раз, это конец сентября, там, начало октября. Вот. Так вот, интересный момент. Может быть, как раз-таки то, что процентные ставки оказались выше, чем прогнозировалось в течение всего прошлого года, тоже сыграло свою роль, в том числе в том, что в итоге курс оказался, в общем, белорусский рубль оказался крепче, чем это ожидалось с точки зрения статистики внешней торговли. Да, безусловно, но влияние есть, но все-таки определяющее, я бы сказал, изначально вот этот тренд для курса, он был задан положительным торговым сальдо в первом полугодии. Потом, да, уже не позволили высокие процентные ставки негативно повлиять инфляционным ожиданиям. То есть, мое объяснение такое. Ну, я просто что имею в виду, что ведь мы же помним, что, в общем, даже у нас какое-то одно время, примерно где-то, ну, до весны, это вот темой было то, что можно даже назвать корритрейд, это когда привлеченные высокими процентными ставками, мы там 60% фактически начинали в прошлый год, что-то там порядка 10 триллионов, там, в эквиваленте белорусских рублей, вот эта избыточная ликвидность, из которой там большая доля была, в общем, даже, как признавался Национальный банк иностранных денег, с которыми, в общем, активно они там пытались бороться, в общем, победили, но у нас, как обычно бывает, то поносит, то золотуха, значит, с избыточной ликвидностью справились, тут же попали в ситуацию, там, недостаточной ликвидности, вот, это вообще очень забавная такая ситуация. Вот, опять же, я очень жалею, что не удалось с тобой сделать итоговую передачу, вот, как сказать, главный вывод вот прошлого года, я как раз пытался, ну, что ли, вот его так сформулировать таким образом, что все-таки очень важным является то, наконец, вот это понимание того, что то макроэкономическое равновесие, которое достигли, которое фактически достигли, это, в общем, еще осенью 11-го года, оно настолько хрупкое, что любые, даже не очень значительные попытки, вот, как бы разогнать, там, доходы, или, там, разогнать внутренние инвестиции, там, значит, тем самым простимулировать экономический рост моментально, буквально моментально, то есть временной лаг даже не тот, который изначально можно было предполагать, ну, как обычно у нас в экономике между какими-то, там, скажем, монетарными или бюджетными безобразиями и тем, что это сказывалось на, там, валютном рынке, был все-таки лаг в несколько месяцев, где-то хотя бы, там, 4-5, да, здесь же у нас получалась ситуация такая, что этот передаточный механизм был практически моментален, это было достаточно неожиданно, то есть, вот, ситуация, ну, вот, на моей памяти в прошлом году было минимум два способа, два таких момента, хорошо заметных, когда была такая попытка, значит, давайте мы это, примерно к середине года, когда стало понятно, что темпы роста как-то вот у нас не получаются, те, которые должны быть по тенденции, и примерно, как раз, вот, сентябрь-октябрь, когда тоже была еще одна попытка, второй раз, значит, экономический рост стимулировать, и это внезапно тут же приводило, значит, к вот этим вот безобразиям, которое потом приходилось титаническими усилиями национальному банку, там, тут же с этим всем справляться, вот, и в какой-то степени для меня, в общем, это загадка, почему же у нас, вот, этот период сократился так сильно, потому что, в принципе, в общем, теоретически, такие вещи бывают в том случае, когда, ну, степень вот нервов в экономике очень высока, чем, чем больше вот эта вот дрожь в коленках, о которой мы говорили, тем короче вот этот передаточный механизм, который... Ну, более красиво, согласен с этим, более красиво это можно называть включением так называемых информационных каналов, и опять-таки вернуться вот к тем же инфляционным ожиданиям, что, какая проблема с ними, с ними проблема не только то, что они выросли, а то, что они стали крайне неустойчивы, то, что ты называешь дрожью в коленках, то есть, типичный представитель, там, какой-то, скажем, вкладчиков, он читает газету, если раньше на его решение влияли процентные ставки, и там, если завтра упадет метеорит, он мог поменять сегодня свое решение, то на сегодняшний день на его решение могут влиять такие, казалось бы, факторы, которые он раньше не рассматривал, бюджетный обрыв в США, что происходит в Греции и так далее. Вот это все становится фактором инфляционных ожиданий, и они становятся очень неустойчивы, и включаются вот эти информационные механизмы принятия решений, и отсюда уменьшается лаг, очень существенно уменьшается лаг между событиями и изменением обменного курса. И что еще очень важно, вот этот же механизм, он наблюдается, так скажем, еще не наблюдается, но он становится угрозой для передачи кризисов извне. Еще один мой важный тезис, как итог 12-го года, то, что уязвимость Беларуси к внешним кризисам, она существенно возросла, например, по сравнению с 2009-м годом. Даже так, у нас тогда, слушай, серьезно, так... Тогда был очень... Восьмой год очень здорово на нас потом сказался в результате и падения нашего экспорта, и в Россию. Да, он сказался, но при этом весь мир начал испытывать проблемы август-сентябрь. Мы упорно до ноября-декабря утвердили, у нас кризиса нет. Вот это был тот 3-4-месячный лаг, когда мы начинали через торговые каналы осуществлять подверг. Да, совершенно верно. Там были классические передачи внешней торговли. Если сейчас произойдет какой-то шок существенный в мировой экономике, то берусь утверждать, что вот этот лаг очень существенно сократится как раз-таки за счет информационных каналов. Это очень ценный вывод на самом деле, потому что я когда-то еще в свое время пытался рассказывать, почему же так получилось, что у нас вот этот тогдашний мировой кризис, он, в общем-то, так поздно к нам пришел. Ведь фактически он-то начался в Америке, я бы даже сказал, в марте, еще крахом Бернстерс, мартом 2008 года. Где-то август это только был этот момент, август-сентябрь это был момент в этой черной неделе, когда был Лемон Бразерс, когда был там, значит, когда денежный фонд фактически там за многие-многие годы не смог вернуть там деньги своим вкладчикам. Ну, то есть, грубо говоря, там понесли потери даже по Money Market Fund, вот, когда была национализация фактически Fannie Mae, Freddie Mac, там, AEG, страховая компания и так далее. То есть, этот период, он уже был там совсем уже очень острый. И вот как раз я пытался это объяснять тем, что этот мировой кризис, он был очень интересен в том смысле, что он был, скорее всего, первый мировой кризис, механизм передачи которого был нетрадиционный механизм вот через внешнюю торговлю. То есть, у тебя спад, соответственно, твой импорт из страны соседней какой-то, значит, уменьшается, у нее, соответственно, уменьшается экспорт, у нее уменьшается ВВП, у нее уменьшается совокупный спрос. Ну, то есть, классический механизм, то есть, вот, второго типа, который Кругман написывал. Значит, этот кризис стал новым, потому что механизмом передачи был финансовый сектор. Сброс активов глобальными банками в разных странах. И у нас получалась такая ситуация, что мы, благодаря, там, благодаря, в кавычках, конечно, что мы не были включены в вот эту вот систему мировых финансов, у нас получилось, что вот все этой первой фазы просто не было. Вот, но с другой стороны, когда пришла, вот, это, опять же, позволило нам говорить о том, что мы, островок стабильности, у нас ничего не происходит, хотя в России, кстати, уже девальвация плавная началась. Вот, она началась как раз во второй половине, там, не помню, по-моему, осенью как раз. С августа, с сентября. Да, да, второй половине восьмого года. И тут же, естественно, мы получили через внешнюю торговлю, там, минус 20% падения нашего экспорта. Вот, то бишь, теперь получается интересная ситуация. То есть, фактически можно говорить, благодаря вот таким психологическим механизмам, мы теперь часть мировой финансовой системы. Ну, в большей мере, чем были в 2009-м, по-прежнему у нас финансовых каналов, их существенных, скажем, не столь сильны. То есть, уже даже не события какие-то, скажем, о том, что, вот, например, как было в России сокращение спроса на нашу, там, продукцию машиностроения, да, там, вот, в 2009-м году, и это тогда на нас начинает сказываться. Вот, а даже какие-то новости о том, что что-то может в России произойти, может тем самым повлиять, вот, это действительно очень интересный такой вывод. Ну, в этом смысле, конечно, мы таким противоракетным зигзагом, но стали частью, да, мировой финансовой системы. И вот этот тезис, кстати, насчет вот неустойчивости инфляционных ожиданий, да, он, пожалуй, очень удачно тут и сформулировал, потому что ведь это фактически то, что не дает сколько-нибудь нормально прогнозировать работу самого регулятора и вообще не очень себе представлять, что делать дальше. Потому что они, ну, видно же было, они весь год надеялись на то, что, вот, поверьте, у нас будет вот так, мы там каждый месяц будем по полпроцентных пункта снижать, там, все будет, вот, все под контролем, все под контролем, и тем не менее. Я еще возьмусь сказать более такой радикальный тезис, но не то, что всем радикальный, то, что Национальный банк невольным образом оказался в свою роду ловушке для монетарной политики. То есть, с одной стороны, мы имеем вот эти неустойчивые и высокие инфляционные ожидания, причем их высокий уровень, это я бы рассматривал как, ну, неизбежно на данный момент ситуацию, это не только для Беларуси, это фактически для всех стран. После памяти вот такого резкого скачка инфляции и девальвации, инфляционные ожидания будут существовать еще достаточно дольше. Классический пример, обжегшись на молоке, дует на воду, да. Да, то есть, это первая посылка. Вторая посылка, как эти инфляционные и девальвационные ожидания можно ограничить? Нужен какой-то якорь. Якорь в виде инфляции на данный момент, ну, это тема отдельного разговора, он не то, что не работает, он как якорь не включен. И в полной мере позволить себе использовать этот якорь, Национальный банк, по целому комплексу причин, и там, с частью можно согласиться, с частью можно оспаривать, он не готов. Это тоже можно констатировать. Поэтому периодически возникает соблазн использовать другой якорь, возвращаться к обменному курсу. И отсюда возникает вот это противоречие. Ну, и кроме еще второй механизм, второй инструмент, который Национальный банк пытался задействовать, процентные ставки. Но этих инструментов на фоне высоких инфляционных ожиданий не всегда оказывается достаточно, либо же эти инструменты препятствуют развитию валового, росту валового внутреннего продукта. И в итоге Национальный банк приходит вот к такому противоречию. С одной стороны, мы хотим, чтобы гибкость курса, исходя из фундаментальных предпосылков, ничем не ограничивалась. С другой стороны, мы вынуждены ограничивать гибкость курса и увеличивать процентные ставки. Вот в этом противоречие, и уйти оно само по себе может не быстро. И мы ведь как раз даже в конце 2011 года говорили о том, что вот этот соблазн постепенного восстановления квазиуправляемого, квазификсированного курса, он очень велик на самом деле, в том числе из-за этих причин. И в каком-то степени, ведь даже если мы посмотрим на, ну просто тупо посмотрим на график там, скажем, нашего курса белорусского рубля там к иностранным валютам, мы увидим, что начиналось как раз все действительно с очень сильной волатильности, вспомни, там 9,7,7,7. Периодически даже стимулировали дополнительно. Где-то, наверное, в ноябре-декабре они делали абсолютно правильно, они пытались увеличить колебания. Вот, теперь же мы видим, что фактически он, ну статистика такова, что львиная доля сделок на белорусской валютно-фондовой бирже с его участием. То есть он участвует с обоих сторон постоянно. Опять же, по этому поводу есть много вопросов, можно ли этот курс считать окончательно свободным, значит, или он все-таки в какой-то степени не свободный. Я бы сказал так, что они, может быть, избыточно волатильность эту и уменьшают, но по большому счету пока этот курс, в общем, признается в качестве равновесного всеми остальными экономическими агентами. Формально, да, он является равновесным. Единственное, почему я говорю, что он сейчас причиной неравновесия, во-первых, фундаментальные предпосылки и предпосылок для того, чтобы улучшить сальдо текущего счета на данный момент, их не видно. Ну, к этому, давайте мы уже пойдем дальше. Просто нет, это в действительности очень важный момент. Потому что вот как раз-таки очень много зависит от того, мы сейчас видим, что в действительности, продолжая вот эту логику того, что, с одной стороны, равновесие настолько хрупкое, что получается, в общем, этот вывод делался еще год назад, что теперь никаких, собственно говоря, инструментов для искусственного стимулирования роста и роста доходов нет. Нет, ну, тех, которые не приводили бы моментально к новым кризисам. Я даже, вот говорю, не ожидал, что это будет настолько ясно. И слава богу, кстати говоря, что это так быстро происходит, потому что тогда, по крайней мере, как стимул реакции возникает у наших экономических властей все-таки понимание, что вот из-за чего все-таки вот эти вопросы, эти проблемы происходят. И в этом смысле, как раз для прогноза на нынешний год, очень важно понять, какими инструментами обладают наши власти для того, чтобы эту ситуацию управлять. Вот это раз, а с другой стороны, при этом мы снова, фактически, еще в гораздо более преувеличенном, что ли, таком виде находимся в ситуации начала прошлого года, когда снова заданы абсолютно противоречащие друг другу задачи. 15-процентный рост экспорта, значит, 8,5-процентный рост ВВП и при этом сохранение макростабильности. Кстати, Национальный банк постоянно во всех своих, вот это удивительно, он чуть ли не каждые три дня уже какие-то пресс-релизы, значит, издает, где он отчитывается о том, как ему не все удачно получилось, как он, кстати, он постоянно подчеркивает, что он будет пытаться таки уменьшать свое присутствие на валютном рынке. Ну, и, по крайней мере, на этот год у него такая вот идея, значит, запланирована. Вот. Но о действительности получается, что вот, как бы, мы тогда больше года назад были правы, что соблазн к тому, чтобы в качестве номинального якоря снова использовался... Ну, так скажем, неформально. Да-да-да, совершенно верно. Это просто получилось само, потому что другого, грубо говоря, вот не сработало. Так вот, возвращаясь, собственно, к тому, что у нас банка получается, а что у нас банка не получается. На следующий момент мы видим, что вот если можно график процентных ставок на межбанковском рынке, там такой он очень интересный, он будет как раз примерно с августа по нынешнюю дату. К сожалению, даты не очень хорошо видны. Это конец августа, графика, и вот нынешние примерно 37-38 процентов, которые есть сейчас. А пик – это какие месяцы? И понятно даже, откуда они берутся. Одна – это процентная ставка изъятия ликвидности, другая – предоставление ликвидности. То есть получалось вот какая вещь. Насбанк весь прошлый год, причем поначалу он даже, в общем, считал, что наконец он там всех победил, там спекулянтов победил насчет этого первой половины года, потом внезапно наступает сентябрь-октябрь и начинается вот такой вот разброс. Причем, что интересно, что, то есть задача-то, в общем, Насбанка понятна. У него есть главный инструмент все-таки это ставка рефинансирования. Мы видели из этого графика, что там этой ставки рефинансирования не видно вообще. Проблема достаточно проста, потому что в августе-сентябре кредиты, которые резко начали выдавать, вот это были два пиковых месяца, это в основном были директивные кредиты, которые со ставкой рефинансирования, но были как-то, возможно, механистически связаны, то есть там одна, вторая или под ставку рефинансирования. Но они не были, цена этих кредитов, процентная ставка устанавливалась нерыночным образом. И вот за счет этого разрушилась связь между ставкой рефинансирования Национального банка и ставкой на межбанковском рынке. То есть свободные ресурсы банков, прежде всего госбанков, их в августе и сентябре целенаправленно выдали ряду предприятий, которые также были определены правительством, там, или правительственными агентствами. И вот это корень проблемы, которую мы получили. Ну и тут же они начали, они были, собственно говоря, покупателями ресурсов практически все время, но другое дело, что когда эти скачки идут до 50%, и потом, когда наконец эти средства появляются, эта процентная ставка на рынке падает фактически до самого, опять же, ниже ставки рефинансирования. То есть о чем он говорит? О том, что это, в общем, получается, что ставка рефинансирования не работает? Работает все-таки, а стоимость ресурсов на следующий момент определяет Национальный банк? Я бы сказал так, ставка рефинансирования, частично этот инструмент может работать. Почему вот последние 4 месяца он работает? Потому что Национальный банк, сказав о том, что дальше ставку повышать некуда, потому что в том числе и рыночные кредиты начнут дорожать, это станет еще большим препоном, он просто ограничил вливание ликвидности в банковскую систему. Тем самым позволив межбанку взять на себя ведущую роль в определении ставки. Отдельный вопрос, как в нормальной ситуации межбанки ставка рефинансирования должны ладить между собой, я в него вдаваться не буду. Но ключевое, еще раз повторюсь, то, что первично та ликвидность, которую обладали госбанки, она была влита директивным образом. А дальше уже нацбанк, не захотев поднимать ставку дальше абсолютно для всех сегментов, он дал установление ставки на откуп межбанка. Ну и в итоге получилось так, что фактически вот эти вот колебания с периодичностью в 4 недели, с завидным постоянством от 20 до 50 процентов дезориентировало, в общем, все равно всех. Да, и вот здесь мы вновь еще возвращаемся к этим неустойчивым инфляционным ожиданиям, которые здесь такой замкнутый круг классический получается. Если они у меня неустойчивые и ставки начинают прыгать, то, соответственно, это еще больше провоцирует неустойчивость и дальше все развивается как снежный кон. Ну, мы-то знаем, что после этого все-таки Национальный банк, там все-таки некоторое сглаживание-то видно было на графике под конец, то есть он несколько определенных шагов предпринял и, в общем, может быть даже, скажем так, вполне успешных для того, чтобы вот с такой жуткой волатильностью справиться. Ну, первое это решение было, мы его комментировали, это было решение о том, чтобы валютные средства, кредиты предоставляются исключительно только на обслуживание внешнеэкономической деятельности. Понятно, для чего это сделано, для того, чтобы очистить этот спрос на валюту, значит, от составляющей, когда потом через эти валютные кредиты фактически они превращались в финансирование рублевых проектов. С этим, в общем, мера такая, прямо скажем, не самая, ну, что ли, хорошо выглядящая, но, по крайней мере, мы можем понимать, какая логика за ней кроется, и в этом есть какой-то смысл. Второй момент, это, опять же, передача активов, ну, формально плохих активов, или которые могут стать плохими активами, с балансов коммерческих банков, как раз вот этих самых директивных кредитов на баланс банка развития, о котором тоже необходимо поговорить, потому что это очень важный инструмент от того, как он будет работать или не будет он работать, очень сильно зависит от того, что будет в 2013 году. То бишь, фактически, тем самым, с одной стороны, в общем, их баланс это поправили, потому что, ну, так или иначе, значит, спрос на ресурсы у них должен был уменьшиться. Ну, и последнее, это с 22 декабря, если мне не изменяет память, больше года прошло, когда Национальный банк снова вернулся к предоставлению ликвидности в виде ломбардных аукционов. То бишь, причем по процентной ставке 35% пунктов, вот, что довольно сильно, в общем, отличается от этой самой верхней ставки, которую он использовал все время предоставления, вот, денег дорогих, да, 50% вот этой процентной ставки. И мы видим, что спрос там, в общем, довольно неплохой по этим 35% пунктам. И, в принципе, даже там переподписка идет постоянно. Вот, другое дело, что все равно процентной ставки на межбанке не равны вот этой самой ставке 35%. Вообще, вот это решение о возвращении практики предоставления ликвидности по ставке 35% и сохранение 20% и 50%, это вот, какой смысл носит? Это все-таки признание того, что без того, чтобы помимо вот этих двух, что ли, конверта, да, между 20% и 50%, какая-то попытка внутри задать все-таки некий ориентир, сколько с точки зрения Национального банка ресурсы должны на межбанке стоить? Скорее всего, да. То есть, в мировой практике основной ставкой мы можем называть ставкой, по которой фактически проводятся операции. То есть, основные операции рефинансированы. Потому что у нас-то ставка рефинансирования, в общем, она имеет такой весьма счет. Да, это своеобразная величина, под которой напрямую редко проводятся операции. То есть, с этой позиции, да, можно сказать, что Национальный банк пытается задавать уровень процентной ставки, ту, которую он видит, а вот этот огромный коридор, который сохраняется. На мой взгляд, это на всякий случай. Это на всякий случай, это признание Национального банка в неустойчивости ситуации. И вот эта ставка 35%, она будет работать, если банки не будут директивными инструментами принуждать кредитовать под нерыночные ставки. То есть, банк, получив по 35%, если ему говорят, отдай по 20%, вот эту же ликвидность, а дальше он для того, чтобы выполнять остальные проекты, он будет выходить вынужден на межбанк. И опять у нас будет идти искажение ставок. Ну что ж, посмотрим, насколько, в общем, у... То есть, иными словами, можно говорить, что у нас все-таки в настоящий момент процентная ставка, ну, что ли, основная, это 35% пункт. Ту, которую пытается делать Национальный банк, и она, еще раз повторю, будет работать, если не будет стимулировать... Фактически, в любой нормальной экономике, то есть, то, как мы сейчас работаем, вот учетная ставка и называлась бы вот эти 35% пункты. То есть, грубо говоря, у нас процентные ставки, даже с точки зрения Национального банка, еще выше, чем, ну, как бы формально они кажутся. Да. Да, так вот, к вопросу этих самых чертовых инфляционных ожиданий, которые у нас, и девальвационных, которые у нас выливаются даже в такие забавные, в общем, провокации с фейковыми смс-ками, да, значит, о том, что с точностью там до копейки, значит, нарисованы. Ну, понятно, что это, да, что придать там, так сказать, правдоподобности этим самым слухам, но парадокс-то в том, что, при том, что, в общем, ну, за две секунды можно было разобраться, что это фейк, по очень простую причине. Там достаточно было вычислить кросс-курс евро и доллара и получить, значит, что он там на четыре фигуры отличается от рыночного, что понятно, что, в общем, за выходные такого изменения произойти не может. У нас Назбанк всегда равняет эти курсы к тому кросс-курсу, который, в общем, на, примерно, на обед вот дня, когда торги происходят, он это делает. Причем это он делает давно, он это делает фактически с первых месяцев вот этого свободного курсообразования. То бишь, там было легко разобраться. Но такая, казалось бы, ерунда, да, когда, по которой, по логике, было бы сразу ясно, что это, в общем, ну, не имеет никакого отношения к реальности. Но степень, как бы, ответа, значит, Назбанк устами там и своего пресс-секретаря, потом отдельным, значит, пресс-релизом о том, что нет-нет, у нас курсовая политика такая. И даже КГБ там отдельным своим, значит, пресс-релизом сообщает о том, что это, мол, все какие-то враги, значит, чем через серверы, там, Индии. Хотя, по-моему, это как раз полная ерунда. Ну, вот это вот как раз к вопросу информационных ресурсов и источников. Да, каналов, которые... К подстегиванию вот этих вот ожиданий эволюционных. Так вот, вопрос, я просто, вот, действительно, на самом деле пытаюсь понять. Мы видим, что активно, в общем, Назбанк, причем, что мне нравится, что Назбанк за прошлый год, он, в общем, научился пользоваться уже все-таки не вполне, знаешь, там, лошадиными дозами, да. То есть он, по крайней мере, как бы рычагами какими-то научился пользоваться. И дальше у него уже вопрос, что ли, такой вот, ну, как бы, в тонкой, что ли, настройке. Не всегда это получается, но, по крайней мере, видно, что, как бы, его практика... Сергей, секундочку, вмешаюсь, одну фразу буквально ставлю. На мой взгляд, очень важная и фундаментальная проблема. Действительно, Назбанк очень хорошо научился пользоваться инструментами, исходя из данной ситуации. Но ключевая проблема, он не научился задавать ситуацию, то, что делают все центральные банки. Увы, это вопрос управления ожиданиями, о котором, да, тоже мы так много в этой передаче говорили. Так вот вопрос, то есть каждый раз мы все-таки вот натыкаемся вот на эти вот плотные слои вот этих самых ожиданий экономических агентов, с которыми, в общем, ну, в конце концов уже хочется задать вопрос, слушайте, уже с момента там девальвации, да, сколько нас уже пугали, там, что вот там сейчас снова там что-то случится, что там, вот закончились растворители-разловители, а, ну все, там, значит, хавайся в бульбу, значит, соответственно, там все снимаем там рублевые вклады, бежим там. Еще и внешний лоб можно выплачивать. Ну, да, вот. И тем не менее, значит, ну, не случается этого ничего. Ну, в конце концов, ну, какая-то же уже должна, люди-то должны научиться, что, в общем, чем меньше ты дергаешься, тем лучше до твоего же собственного кошелька. Ну, то есть, когда-то же этот процесс должен случиться, или мы снова доживем до следующего кризиса, уже не связанного, значит, с последствиями предыдущего, вот, и в конечном счете те, кто, в общем, все это время, как, знаете, как часы, которые сломанные, да, показывают точное время два раза в сутки, скажут, ага, вот мы же говорили, вот же, собственно говоря, стоило бояться. То есть, вообще, шансы на то, чтобы победить вот этот, ну, степень такой недоверия, ведь делаем уже все, что угодно. Ну, процентные ставки такие, что, ну, просто, ну, кажется уже, ну, давно всем должно было, в общем, быть понятно, что, ну, тут, как бы, незачем следить за этими плюс-минус 60 рублей там на белорусской валютно-фондовой бирже. Нет, все равно это чуть ли не в ежедневном режиме всех интересует. То есть, что еще нужно сделать для того, чтобы, наконец, в общем, такого рода, ну, это сопротивление сбить? Это вообще реально, на самом деле? Абсолютно реально, на мой взгляд, заявить. Или это просто вопрос времени? Первая составляющая, действительно, вопрос времени. Есть такая очень знаменитая фраза Фредерика Мишкина, что он говорит, что не существует легких способов борьбы с инфляционными ожиданиями, и в любом случае потери в выпуске, они будут платить за эти инфляционные ожидания в достаточно продолжительном периоде. Вопрос, сколько, он для каждой страны решается по-разному и зависит от достаточно специфических факторов. Вторая составляющая, вот то, что уже зависит от монетарных властей, то, что я сказал, что Монсбанк, на мой взгляд, не в полной мере научился создавать ситуацию, какая бы ему хотелось, которая для него была бы благоприятнее, стоит в том, что надо задать новый якорь, который бы дисциплинировал, привязывал бы эти ожидания. Не ориентироваться на существующие, а самому создавать инфляция. Безусловно, инфляция. И в этом случае надо побороть один очень специфический белорусский механизм финансовой долларизации, что при любом шоке мы бежим менять белорусские рубли на доллары. Это победить достаточно легко, опять-таки, введя инфляцию в качестве безусловного единственного якоря и стимулируя гибкость обменного курса. То есть, если вы знаете, что цены при любом раскладе вырастут, скажем, не более чем на 10%, а курс может пойти вверх и вниз на 10% в любую сторону, это стимул заражать деньги в белорусских рублях. Это делается достаточно легко, и много стран этому пример. Даже в таких ситуациях, как у нас, в Латинской Америке ситуация с долларизацией во многих странах была еще хуже, и там эту проблему решали. Ну да, насколько я помню, по-моему, даже со твоим пером была такая работа, как раз посвященная переходу к инфляционному таргетированию для Национального банка. Там целый такой... Вот, по сути, об этом же, в общем, речь идет. Проблема-то наша как раз в том, что у нас национальные денежные единицы все-таки по-прежнему не являются рублем. Психологически им по-прежнему является условная эта самая единица. И как раз-таки действительно, но опять, что нужно для того, чтобы вот это как бы в головах, значит, сломалось вот это представление о том, что все цены надо пересчитывать, да, это, ну, опять-таки, это, в общем, тот же самый возврат. С одной стороны, это хорошее управление инфляцией, с одной стороны, с другой стороны, это увеличение волатильности по курсу. Без этого тоже никак не справиться. С другой стороны, увеличение волатильности по курсу в ситуации высоких девальвационных ожиданий чревато самоподдерживающейся паникой в виде, ай, увидели рост там на 100 рублей в один день, второй и третий, и... Вот эта проблема, да, с этим можно, я говорю, что это уже технические проблемы, как переходить и когда переходить, это можно обсуждать, это можно спорить. Но здесь надо стратегическое решение, что это надо делать и четко... Ну, мне кажется, что здесь другого, в общем-то, выбора нет, потому что дальше у нас остается только возврат к номинальному якорю, к фиксированному курсу, который позволит нам даже, может быть, какое-то время протянуть, и мы снова получим затем ступенчатую девальвацию, и мы на дни и те же грабли будем по-прежнему наступать. Потому что то, что есть сейчас, это называют чаще всего политикой без ярко выраженного номинального якоря. То есть, ну, если совсем таким простым языком, что хочу, то ворочу. То есть, как рынок повернется, то я и сделаю. Но вот эта политика, она наиболее негативно скажется на ожиданиях. То есть, вы не знаете, что Нацбанк будет делать завтра, с чего мы и начали передачу. А Сергей сказал, что неопределенность достаточно высока. Что будет делать экономические власти и Нацбанк в частности, для широкой публики непонятно. Абсолютно точно. И вот как раз-таки, вот на удивление, казалось бы, вот мы прожили все-таки уже больше года без кризиса. Ну, по крайней мере, то есть, много себя пугали там, да, значит, кричали волки, волки, волки никак, значит, не появлялись. Вот, казалось бы, по логике, да, то есть, некая, ну, возможность прогнозирования там событий 13-го года должна быть, ну, больше, да. Соответственно, там неопределенность должна быть меньше. Мы примерно себе представляем, как наши власти вели себя в каких-то типических ситуациях. Что они выбирают, что сознательной вполне политикой было забить на этот самый экономический рост, да, там, в конечном счете, может быть, выступить там даже в роли камиказа, там, правительству сказать. Потому что, ну, как бы, лучше мы сохраним, так сказать, не будем рукотворный кризис очередной, значит, себе создавать, но, по крайней мере, значит, в общем, бог с ним, с этим экономическим ростом, главное, чтобы хуже только не было. Вот, но мы же видим, что на этот год ситуация еще хуже, то есть, еще больше разброс между этими целями, раз, и если бы только это. Плюс мы входим, вот, как раз, значит, возвращаясь к политике Национального банка, в ситуации, в принципе, во многом искусственно созданы вот этой излишней волатильности по процентным ставкам на межбанки. Может быть, это сейчас сокращается, но, черт его знает, посмотреть надо, по крайней мере, в двух этих месяцев недостаточно, чтобы такой вывод сделать. А дальше, дальше начинаются совсем интересные вещи, потому что, если, например, скажем, ну, какие-то внешние, как и все, как и все, как и все. Внутренние, скажем, ограничители, да, не только наша внутренняя политика, то есть, конъюнктура на внешних рынках. По крайней мере, на прошлый год у нас четко было понятно, о каких договоренностей в нефтегазовой, там, да, сфере мы там с Россией имели, все, все понятно. Ладно, по нефти, то, по газу тоже на этот год все ясно, но с нефтью же мы практически не знаем, о чем идет речь. Пока у нас есть договоренности, вот, о которых как раз отрапортовали, что, значит, вот эти 23 миллиона тонн, ну, поскольку у нас заводы, в общем, за это время, промодернизировано, они способны перерабатывать чуть больше, чем, ну, раньше они примерно по 10-10,5 могли делать, сейчас больше переработки нефти. Значит, вроде как по тенденции мы получаем эти объемы, но фактически, в общем, трубопроводным транспортом все равно те же самые объемы, которые были в прошлом году. Плюс, с учетом того, что поставки железнодорожным транспортом, они явно дороже, а плюс, когда от нас еще требуют 3 миллиона тонн обратной поставки светлых нефтепродуктов на российский рынок, что, в общем, ну, скорее всего, придется исполнять, потому что иначе без этого в России весь план перехода на Евро-3, он летит, потому что у них там собственные нефтепрорабатывающие заводы не способны, ну, не оказались, в общем, в той ситуации, достаточной для того, чтобы это сделать. Что, в принципе, говорит о том, что там эти поставки будут близки к нулевой рентабельности, либо там, может быть, слабая положительная рентабельность, может быть, даже отрицательная. По дизелю так она точно будет отрицательная рентабельность. Значит, ситуация с калийными удобрениями, про которые у нас, насколько я помню, и премьер, и министр экономики последние месяцы прошлого года, они говорили о том, что, когда, помнишь, было такое очень оптимистическое выступление Снапкова, когда он говорил, что первый квартал этого года у нас точно будет вот прямо там с таким классным ростом, у нас будет очень хорошая внешнеэкономическая уникальнектура, потом вдруг выясняется, значит, буквально пару дней назад премьер наш выступает, и дословно, говорит, ситуация, в общем, на рынке тяжелая, и, в общем, мы это видим по итогам года, что минус 20% физического исчисления калийные удобрения упали, ценовая, в общем, ситуация, там, похоже, ничего добиться, никакого серьезного повышения пока не получается, складские запасы высоки, плюс еще какие-то негодяи иностранные, значит, там, демпингом занимаются, да, там, вот, не хочет вести нормальную картельную политику, вот, то бишь, там тоже не очень понятно, откуда это может взяться. Большие надежды на какие-то, какой-то рост экспорта по продовольствию, он уже, в общем, натыкается на возражения российского Минсельхозпрода, когда у нас там от двух с половиной до шести раз вот эти балансы, которые были согласованы, по отдельным позициям были превзойдены, вот, и там, в общем, как бы сейчас пойдет спор относительно деления квот импортных, в частности, по свинине, которые мы, там, нашей и переработанной забили, там, Россию, и они сейчас очень этим недовольны, а фокус-то в чем, что, скажем, свинину и птицу, там, в принципе, довольно быстро они могут закрыть свои потребности, но там большие деньги не нужны, и, в принципе, это же довольно легкий цикл производства. Понятно, что там по говядине и, соответственно, по молоку так быстро это не получится, но в любом случае там потенциал роста не очень велик. То же самое с нашей продукцией машиностроения, вот, и, в общем, не очень понятно, за счет чего, то есть, ну, мне кажется, что ни для кого уже не секрет, что никакого положительного сальдо в обозримом будущем внешнеторгового у нас не будет. Не, ну, это достаточно очевидно, еще ты прошелся вот по товарным группам, я бы сказал, еще очень важную общую тенденцию, реально эффективный курс, то есть, если, более простыми словами, показатель, характеризующий ценовую конкурентоспособность экспортеров, он у нас будет находиться, ну, как минимум, не лучше, чем в среднем по тому году, то есть, цены у нас растут большими темпами, чем номинальный обмен на курсы, скорее всего, эта ситуация будет... Переводя, как это на пальцах, это тоже самое объясняет, это говорит о том, что в действительности мы теряем выгоды от девальвации, которые были раньше потеряны. Плюс вот все то, о чем говорилось по товарным группам, да, дефицит даже по товарам он будет, я не скажу, что он будет очень ощутимый, это уже зависит от конкретных договоренностей, но предпосылок ожидать профицита по торговле товарами у нас нету. Плюс, возможно, при очень хорошей ситуации можно говорить, что дефицит по товарам будет перекрыт дефицитом по услугам, пускай даже так, но в рамках текущего счета у нас новая ситуация предопределяет, что у нас очень большой отток по первичным и вторичным доходам, те же пошлины на нефть и доходы от инвестиций. И, соответственно, в таком случае мы получаем достаточно ощутимый внешний дефицит при любом раскладе по 2013 году. Да, и сюда же добавляем мы ситуацию еще необходимости финансирования обязательств на 3 миллиарда долларов в этом году, из которых в бюджете есть только что-то порядка 800 миллионов долларов, насколько я знаю, бюджетных средств, остальное они планируют добирать, это транш антикризисного фонда Евразес и размещение еврооблигаций на... Нет, в смету бюджета эти погашения они внесены, но в качестве источника, то есть не хотят расставаться со всеми валютными депозитами, они планируют, что значительная часть этого долга будет рефинансирована. Вот, и вот получается довольно интересная ситуация. С одной стороны, мы, скорее всего, увидим ухудшение потоков поступлений валюты и оттока ее, плюс еще вот это вот финансирование, собственно, своего внешнего долга. И при этом, то есть, казалось бы, наша внешняя платежеспособность должна, в общем, как бы оцениваться несколько слабее, чем в прошлом году. Но существует очень интересный парадокс, вот еще один график, если можно, график наших евробандов, там сначала чуть более длинный график есть, который затрагивает и 11, значит, и 12 год. Вот у нас дно, это 20 какое-то там примерно число сентября, вот когда мы ниже даже 70 центов за доллар торговались, а зато, обратите внимание, вот около сотни, мы несколько раз, да, вот в номинал тыкались примерно где-то с середины, ну вот с июля-августа прошлого года, около ста, и последнее, и будьте добры, еще график более короткий, вот-вот-вот, четко видно, что вот с ноября-декабря, ну, практически какой-то вот уход в стратосферу. Фокус в том, что там при нынешней стоимости, где-то 105 с небольшим, текущая доходность, она уже получается меньше даже 7%, это же, вчера я смотрел 6,78 было по котировкам. То есть, вот, как так получается, что внешний рынок оценивает нашу, значит, платежеспособность лучше, при том, что фундаментально ситуация, ну, казалось бы, хуже? Ну, такого единого ответа, который бы дал комплексную картину, этот вопрос у меня нету. Самая простая догадка, которая у меня напрашивается, что внешний рынок, он реагирует с достаточно большим запозданием, на что, ну, Беларусь, так скажем, не большой эмитент ценных бумаг, и в основном это достаточно ограниченный круг инвесторов. Согласен, согласись, но тогда, если так, если это так, то тогда это означает, что нам прямо сейчас нужно выходить на рынки внешних займов, потому что потом может получиться, что мы еще плюс, там, один-два процентных пункта к этому делу можем получить, когда станет ясно, что ситуация, в общем, не так хороша. Это, кстати, намек нашему, этим самым Минфину, который, в общем, роуд-шоу уже в Азии провел, в Европе, я не знаю, по-моему, они пытались только, еще не делали его, да? Нет, еще не было. Вот. Соответственно, как бы пора. И, кстати, по источникам финансирования, 4,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, в общем, тоже понятно, что, скорее всего, ниоткуда не возьмется. Ну, если будет только какая-то большая приватизационная сделка, вот здесь мне нравится, один из коллег изобрел давно такой термин, stop and go privatization. Да, да, да. То есть, если нет других средств для покрытия кассового дефицита, тогда проводится приватизация. По этой схеме можно назвать приватизацию волкома, белтрансгаза и так далее. Ну, пока у нас только так и было. Это единственный сценарий, как я могу представить получение этих 4,5 миллиарда. Вот буквально позавчерашняя, значит, новость из Госкомитета по имуществу, значит, у них же такие план на 2,5 миллиарда долларов приватизации на этот год никуда не делся, потому что это входит в состав вот этих самых 4,5 миллиарда прямых иностранных инвестиций, которые нужно получить, ну и плюс это, в общем, те самые приватизации, которые, в общем, мы не исполнили еще даже по прошлому году, чтобы получить. Кстати, транс же так еще не пришел уже еще, да? По-моему, поступил. Евразес? Да. По-моему, поступил. По-моему, они говорили, что где-то в январе он только должен был быть, да? Ну, вот, потому что там тоже какая-то такая достаточно мутная ситуация. Решение-то принято, а деньги вроде как на счетах еще не видели. Так вот, что интересно. Вот достаточно просто процитировать слова представителя ГКИ, значит, готовится список, однако это очень сложная работа с учетом приоритетного поручения президента о недопущении массовой приватизации. Дальше. Значит, когда уже начинают задавать вопрос, а что же это будут, ну, могут быть за предприятия, ответ такой, конкретики в подготовке данного перечня нет, поскольку выполнение решения про это возможно ли в случае продажи высоколиквидных предприятий. С другой стороны, решение возможности приватизации таких предприятий принимает непосредственно президент страны, который как раз, в общем, в начале 2012 года и говорил о отказе от этих самых приватизационных списков. То есть, по факту мы видим, что, в общем, риторика тогдашняя, которая была о том, что, значит, мол, мы отказываемся от этих списков, потому что они ограничивают нашу приватизацию только этими списками, а мы можем приватизировать все, что угодно. Получается, что по факту мы, в общем, великолепно ограничиваем любую приватизацию, а не только то, что в этими списками создается. И дальше еще одна интересная цитата. В этих условиях, которые я совсем не понимаю, что здесь было сказано, в условиях ГКИ формирует перечень объектов приватизации, которые связаны с новым строительством либо с созданием совместных предприятий. Ну, это, я так понимаю, идет речь о Greenfield инвестиции. Да, но тогда в чем приватизация тогда? Где 2,5 миллиарда? То есть, это, в общем, как бы совсем не приватизация. Ну, это не приватизация, это, наверное, уже идет просто привлечение прямых иностранных инвестиций. Вот, с другой стороны, мы уже знаем, что эти самые 2,5 миллиарда долларов очень легко получить, достаточно провести там IPO 10% там Беларусь-Калия и все, пожалуйста. То, что я говорю, что одна приватизационная крупная сделка и эти средства находятся. Да, и по всей видимости, что-то подобное в этом году, наверное, и состоится. Я, честно говоря, думал, что в конце прошлого года что-то такое случится, ну, просто, чтобы успеть в эти самые 2,5 миллиарда, но вот... Ну, здесь я не совсем соглашусь. Если действительно не будет других источников финансирования, вот, рефинансировать старый долг, финансировать дефицит текущего счета этого года, да, приватизация тогда вероятна. Но при прочих равных условиях, я думаю, она все-таки будет тормозиться. Ну, естественно, мы понимаем прекрасно, что это самый последний в данном случае наш, как бы, ресурс. Еще две такие темы очень важные. Ну, первая, я не знаю, наверное, самая такая короткая будет по поводу вот этой самой нашей волшебной, как ее, мобилизационной модернизации, поголовной модернизации, как ее еще называют. Вот. То есть теперь-то уже совершенно очевидно, что, как бы, наши экономические власти понимают под этой самой модернизацией исключительно только технологическую модернизацию. То есть закупка новых линий, никакого там станков и, в общем, никакие изменения. Не то, что там экономических отношений, там среды какой-нибудь, тем более, там никаких отношений собственности, ничего больше. То есть это вот, как я пытался проводить такую аналогию, это вот аналог 80-х годов ускорения социально-экономического развития. Как не меняя системы, значит, заставить эту самую, как бы, стареющую клячу вот ехать быстрее, да, вот пришпорить ее тем или иным способом. Причем, что интересно, вот недавнее было совещание, выступление премьера Мясниковича, где он как раз сказал о том, что вот у нас 13-й год, это год, в течение которого мы должны максимально вот закупить, значит, эти вот самые новые оборудования. Вот. И, ну, как бы, самый главный вопрос, это вообще, как бы, поможет на самом-то деле? Частично может помочь, я здесь не столь скептичен. Ну, первое, с общим посылом я, безусловно, согласен, что просто технической модернизации ее недостаточно. В первую очередь должна меняться конкурентная среда, и тогда рынок определит, кто больше всего нуждается в технической модернизации, и тогда она будет приведена эффективно. Но, на мой взгляд, последнее решение, вот тот же пересловутый декрет от деревообрабатывающей промышленности, какой сигнал доводится, и как я его понимаю, что действительно мы будем совершать административную точечную модернизацию, но при этом, чтобы те стимулы, которые вроде бы должны теряться, будут стимулы, исходя из хорошей конкурентной среды, поскольку у нас их нет, мы будем достигать эффективности такой модернизации методом кнута. И вот этот пример, который был на деревообрабатывающей промышленности, на мой взгляд, это альтернатива стимулом конкурентной среды, когда, конкурируя за заемные средства, вы выбираете, какой лучший проект, какой проект получит финансирование и так далее. То есть, в данном случае, вот этот механизм, как стимулировать модернизацию. Это модернизация в определенном смысле напоминает индустриализацию сталинских времен. Вот я хотел привести одну фразу, ее часто Льву Троцкому приписывают, не знаю, говорил ли он о действительности, он говорил, почему военный коммунизм победит все остальное, потому что винтовка, приставленная к виску, гораздо лучше стимул, чем какая-либо прибыль. Ну, посмотрим. По факту иногда да, но насколько долго этот процесс... Ведь мы же помним, в общем, чем и закончилось и ускорение социально-экономического развития в советское время. Как раз таки, в общем, львиная доля этих ресурсов была попросту потрачена неэффективно, и в конечном счете это еще сильнее подорвало, в общем, как бы экономическое здоровье Советского Союза. И вполне возможно, что нечто подобное может произойти, потому что огромное количество же примеров, которые вот прямо сейчас становятся известны, хотя, в общем, они уже давно тянутся, когда огромное количество самых классных закупленных иностранных линий используется таким образом, что они приносят только убытки вместо прибыли. Как с тем же самым Светлогорским... Ну, вот потому я и говорю, что здесь нужны стимулы больше похожи на сталинскую индустриализацию, как заставить их силой работать с большей эффективностью. Ну, что ж, это, в общем, логично, и так в таком случае мы там, скажем, ведь это совсем другая политэкономика. Понятно, что, в общем, для такого, как бы для такой экономики, в общем, и чиновников-то столько не нужно, как бы ясно, откуда берется, в общем, эти планы по сокращению госаппарата на этих самых там 25 процентов. Причем, правда, там тоже не очень понятно, работала-работала комиссия, значит, да, нашла, каким образом эти 25 процентов сократить. Давайте порежем, значит, на корню два министерства. И как только это было предложено, да, реакция президента была такая, что не-не-не, что касательно вот сокращения отдельных органов, я, честно говоря, не готов по данному направлению принимать решение. То бишь, видимо, он рассчитывал, что предложат вот тонким слоем где-то так, по всем там поубирать, да, вот. А, как бы, Кобяков и Питкевич, они решили вполне, ну, там, самым простым образом, решили, значит, кого просто не жалко, да, кого можно пустить под нож, вот. Хотя в определенном смысле, действительно, министерство торговли не очень понятно, какие функции, как бы, у нас выполняет, особенно с учетом того, что, в общем, ценовой контроль у нас все-таки меньше, чем был раньше. Кстати, к вопросу, вот я все время пытался доказывать, что после перехода фактически на плавающие курсы образования, в общем, это тот самый момент, когда необходимо, в общем, самый удобный момент для того, чтобы радикально либерализовать ценообразование. Да, согласен, но... Однако же вот ничего же не делается в этом направлении. Ну, делалось, но это сопровождалось, поскольку очень существенным падением доходов были, ну, на мой взгляд, достаточно такие понятные опасения, то, что это может вызвать совсем уж плохие социальные последствия, и существенное изменение относительных цен, оно может вызвать непредсказуемую там бурю возмущения, поэтому эти меры в определенной мере, они были так спущены на тормозах. Вот. У нас остается совсем мало времени, буквально минут 8. Да, минут... Я помню, это я хорошо помню, да. Еще какую-то тему ты хотел затронуть? Да, да, у нас есть такая довольно большая тема, связанная вот с этим самым нашим волшебным банком развития, потому что, честно говоря, вот буквально перед началом передачи мы обсуждали, как бы, попытку какую-то что-ли понять вообще, куда движется вот эта вот наша макроэкономическая политика. Вот, если можно, ты повтори свою логику насчет вот этой самой идеи вот такой вот нашей точечной модернизации, которая идет вот способом, когда, ну, вот этим самым волшебным механизмом компенсации процентных ставок, тем самым выданным кредитом. Ведь раньше все было вообще, вот, вот, например, старую систему, по крайней мере, да, мы помним, она была очень проста и понятна. Понятно, что она создавала много проблем, но в ней было все очень четко ясно. То есть, грубо говоря, там, по телефонному праву или как-то еще, значит, определенные коммерческие банки просто им говорили, куда ресурсы выделять, под какую процентную ставку. Дальше, когда возникали у них проблемы, эти проблемы каким-то образом там решали другими способами с помощью волшебного механизма рекапитализации этих самых банков. Все было понятно. Вот процентная ставка, которая есть для всех остальных, куда не лезет, в принципе, государство. Но ясно, что она выше, чем могла бы быть, потому что определенная часть ресурсов уже оттянута. Вот. С другой стороны, четко было понятно, вот процентная ставка, которая, значит, идет для тех проектов, которые, собственно говоря, и выбирает государство. Сейчас же этот механизм усложнили настолько, что я сам, в общем, не очень до конца могу понять, как он будет дальше работать. Потому что по логике идея-то была какая. Давайте мы все заберем, значит, все эти вот, эти самые директивные кредиты в одно учреждение, которое фактически, ну, банк развития, там, раньше предполагалось, что это будет агентство развития, то бишь, в качестве агентства вообще было понятно, что это такое. Агентство правительства, которое в рамках совершенно бюджетных, ну, или в широком смысле государственных денег занимается только вот тем, чем раньше занимались, тем раньше заставляли заниматься эти самые коммерческие банки. Но зачем же так усложняется процедура, когда фактически получается, мы снова, значит, возвращаемся к старой практике, а может быть, даже еще и в худшем смысле. Почему? Потому что ведь главным, в общем, проблемой вот старой экономики это было вот то, что мы, кстати, много раз об этом говорили, да, двухчастная экономика с разной совершенно бюджетной и денежно-кредитной политикой для разных секторов. Вот. Самым главным вызовом, как мне казалось, с 2012 года, это был вызов того, смогут ли наши предприятия научиться работать в единых правилах игры. То бишь, вот она, единая для всех процентная ставка, ресурсы кредитные возвратные, платные, там, и так далее, пожалуйста, вот, и тогда станет ясно, наконец, кто же более-менее рентабельным, кто-то, кто нет. Вместо этого мы начинаем изобретать, значит, не менее сложный способ, когда вот банк развития, по логике, он же там имеет возможность еще и привлекать ресурсы, что, кстати говоря, у агентства не имелось бы такой возможности. Вот вокруг чего, собственно говоря, скорее всего, и была битва с МВФ, чтобы он был банком. То бишь, ну, у него-то деньги стоят, как бы, одну величину, да, затем, вроде бы, как он, как обычный коммерческий банк, должен находить какие-то инвестиционные проекты, которые он будет потом, значит, финансировать, но потом снова мы видим, что там включается механизм компенсации процентной ставки из бюджета. Зачем это делать, если это все государственные деньги? Почему нельзя с самого начала процентную ставку сделать? Зачем вот это усложнение? Ну, мое понимание, сразу говорю, что механизм, даже тот, который прописан на бумаге, для меня сейчас непонятно, воплощается ли он на практике, как происходит сейчас работа банка развития, ну, у меня пока целостного понимания не сложилось. Вот это логично. Но ключевая идея, какая проблема была в директивных кредитах, вот в их традиционном понимании. Когда правительство говорит, что какое-то конкретное предприятие должно было получить кредит, это предприятие фактически воспринимало получение кредита как устойчивую ренту, да, дотацию, и оно могло на него рассчитывать. Поэтому стимулов воплощать эффективно какой-то инвестиционный проект практически не было. И отсюда шли достаточно существенные потери в эффективности. Даже если бы потенциально это предприятие в состоянии было реализовать проект, если оно знает, что завтра я получу дополнительные деньги, а если я этот проект по-прежнему буду реализовывать, то стимулов эффективно реализовывать нет. Кроме того, для таких предприятий создавалась куча дополнительных предпосылок, что стимулировался их спрос, гарантировался спрос на внутреннем рынке и тому подобное, у них не было стимулов к развитию. Нынешняя схема, зачем делать это в качестве банка и вдавать кредит на рыночных условиях, а затем компенсировать, как раз таки пытались, как мне представляется, сделать, снизить потери в эффективности. То есть банк на рыночных условиях отбирает проект, но потом, чтобы этот проект создавал положительный внешний... Да, а потом деньги не выделяются ни на рыночных условиях для того, чтобы стимулировать какие-то внешние эффекты во всей экономике. Ну, это может работать только в том случае, если будут убираться все остальные подпорки, о которых только что не говорили. Нет, это может работать, если государство действительно в состоянии отобрать такой инвестиционный проект, который имеет внешний эффект. Что я имею в виду под внешними эффектами? Допустим, даем нефтеперерабатывающему заводу, и он за счет этого удешевляет нефтепродукты для всех предприятий. Вот если государство в состоянии эффективно определить получателей ресурсов, то это может работать. Вот мне нравится, что здесь ты произносишь слово «государство определить», потому что по логике ведь предполагалось, что все это будет делать Банк развития. Он находит такого заемщика с таким проектом, который может принести эту пользу, и потом вроде как перед правительством ходатайствует о том, чтобы ему помогли. Да, но конечное решение принимает государство. То есть я имею в виду… Так вот тут как раз многое будет зависеть от того, будет ли все-таки здесь львиная доля решения самого Банка развития, либо в конечном счете государство снова будет назначать кому? Ну, что скорее всего. Это будет потому, что они привыкли так. Это очень важный фактор. Вот, с Банком развития, подчеркиваю, Витя, в общем, даже таким ясным головам, как Диме, не очень понятно, как он будет работать, это самый большой вот такой ив, если вот на этот год, на самом деле, потому что в сущности, если не справиться с этой ситуацией финансирования госпрограмм, мы вечно будем находиться в этой ситуации постоянного продуцирования, напряжения, ну, не будем говорить слово «кризис», напряжения на валютном и финансовом рынке. И вот снова я говорю, вот чем можно закончить? Получается парадоксальная история. С одной стороны, вроде как, больше года прожили без кризиса, да, вроде как действительно чему-то научились, в то же самое время вступаем в Новый год в ситуации, когда определенность еще меньше, чем была там год назад, когда неясно ни что Назбанк будет делать, потому что Назбанк в последнее время действительно очень реактивно себя вел, а не проактивно. И особенно в ситуации, когда он едва ли не, там действительно такое ощущение было, что, в общем, какая-то истерика даже, когда вот это вот жуткие, в общем, волатильность на процентной ставки на межбанковском рынке, создавало впечатление, что он, в общем, совсем потерял там контроль. Я бы не назвал это истерикой, все-таки это, на мой взгляд, это было целенаправленное действие для того, чтобы ограничить колебания и цен, и… Он, конечно же, сам эту ситуацию спровоцировал, но вряд ли он ожидал, что так, с таким вот завидным, в общем, циклическим постоянством эти 20-50… Ну, вот в той атмосфере то, что сложилось, в принципе, это было правильно действовать, это хорошая выдержка была продемонстрирована. Согласен, согласен. Я как раз, да, тогда же эту ситуацию и рассказывал, как что это, скорее всего, не свидетельство каких-то кризисных явлений, скорее, это было свидетельство антикризисных действий. Но, опять же, в общем, ситуация такая, что это было в определенной степени реакция. Что можно сказать? Можно ли говорить о том, что хотя бы самое главное сохранится на этот год, что, несмотря на все вот вот эти вот нарисованные 8,5% экономического роста, которые, может быть, даже где-то близко и удастся получить за счет огромных вот этих внутренних инвестиций там в станки и оборудование, там в машинерию и так далее, не знаю, там за счет жилищного строительства, хотя там маловероятно, что оно будет в тех масштабах, что все-таки сохранится главное, что приоритетом будет макроэкономическая стабильность, а вовсе не стимулирование экономического роста и роста доходов. Потому что, по крайней мере, по доходам, как мне кажется, в том числе вот этот 9 декрет, он говорит о том, что ведь весь год повышали доходы во многом для того, чтобы справиться с этой трудовой миграцией, которая начала образовываться. Посмотрели, этого все равно недостаточно, а раз недостаточно, мы найдем другой способ, как с этой трудовой миграцией справиться. То есть вот не время сейчас, значит, мигрировать, пока мы тут модернизацию проводим. То бишь все-таки, я так понимаю, что скорее всего, такими темпами зарплаты повышаться в этом году не могут. Думаю, нет. Мне кажется, 2011 год он все-таки научил то, что проблемы высокой инфляции, девальвации, они очень негативно воздействуют и сохраняют негативную память на будущее. Поэтому, думаю, таких методов будут избегать. Но вместе с тем, ну это скорее так не прогноз надежды, что увидев, что при ориентации на макроэкономическую стабильность достичь высокого роста достаточно сложно, этот год он может стать таким рубиконом, когда, ну сейчас это косвенно уже признается, что модель во многом не в состоянии генерировать высокий рост. На мой взгляд, в конце 2013 года, возможно, будет более открыто признано то, что исчерпала себя модель. Не правительство плохое, а то, что экономика не в состоянии генерировать какие-то наши росты. Я, честно говоря, надеялся, что это будет результатом 2012 года. Потому что, в общем-то, в какой-то степени, да. По крайней мере, рамка это была понятна. Перезапуск модернизации – это косвенное признание. Подтверждение того, что нет источников экономического роста в тех рамках, которые настоящего момента существуют. Я предлагаю уже закончить на сегодня. Мы как раз и заканчиваем. Продолжим на следующей программе. Ну и последний, самый главный вопрос. Можно ли вообще хоть что-то прогнозировать дальше первой половины года? Имеет ли смысл говорить о каких-то целевых показателях на конец года по инфляции, процентным ставкам, не говоря уже даже о курсе? Думаю, можно, но при многих если. То есть, здесь какие-то сценарные подходы, они могут работать. Однозначно, говорится, особенно финансовые, номинальные показатели процентного ставка, инфляцию сложно. В реальном секторе это попроще. Ну вот, собственно, главный вывод, о котором идет речь, что на самом деле горизонт планирования, несмотря на то, что мы прожили год бескризисно, он только сократился, а не расширился. Вот. Ну и что, с курсом хотя бы на примерно полгода? Ну, если... Сумеют все-таки его довести до более... Без паники довести до более, скажем, фундаментальных. Думаю, да. И если с ним достаточно аккуратно обращаться, я не думаю, что даже вот те проблемы, они примут необратимый характер, поэтому я думаю, что в течение года вот такая постепенная девальвация до уровня, до конца года тысяч десять, то есть вот плавно она будет весьма нормальной. То есть эти десять самых пятнадцать процентов? Где-то так. Что было бы, в общем... А внутренняя инфляция, которая за это время произойдет, куда девать? Курс реально, да, будет более дорогим, то есть это проблема, ее надо решать, но ее надо решать больше структурными методами. Ну вот, собственно говоря, основной вывод, что как бы по крайней мере в финансовой сфере хоть что-то можно да, хоть что-то, но опять же это только по большому счету из наших желаний. И вот действительно самым интересным в этом году перенесение того, что должно было бы случиться в прошлом, это... Ну, для всех-то, в общем, это понятно. Осталось только, чтобы это было понятно на самом верху, о том, что, в общем, действительно противоречие между бескризисным, значит, ростом и желаемыми темпами, оно, в общем, никуда не девается. Вот. Другое дело, что это, как сказать, это осознание может быть отложено как раз вот этой вот поголовной модернизацией, надеждой на то, что она хоть что-то принесет. А это может растянуться опять же на весь этот тринадцатый год и только ухудшить в дальнейшем эту ситуацию. Согласен. Ну, в общем, какой-то безрадостный пока немножко получается. Ну что, да, безрадостный пока, но тем не менее посмотрим, что у нас происходит. Ну, хотя бы некий фреймворк мы, я думаю, что набросали, в общем, относительно того, что в этом году будет происходить. Вот. Спасибо, Дмитрий, за приглашение. Очень всегда рад тебя слышать, потому что вот как раз тот самый случай, когда особого, как ни странно, большого не получается спора, ну, по всей видимости, для меня это тоже важно, это некое подтверждение того, что и я, наверное, в общем, тоже не совсем глупости говорю. Значит, спасибо за то, что были с нами в нашем новом уже третьем сезоне. Значит, до следующего четверга в студии были экономист, сотрудник Белорусского экономического исследовательского образовательного центра, то бишь бюрок, Дмитрий Круг, Марина Шкилинок и Сергей Чанов. Спасибо за внимание. Увидимся через неделю. Пока.